У Ирины Прокопович, начальника отделения по гражданству и миграции Брестского РУВД, прием граждан. В эти дни к руководителю люди спешат с разными вопросами, в основном затрагивающими миграционные процессы. Оформление видов на жительство, паспортов, регистраций – темы не всегда бывают простыми, но Ирина Викторовна всегда старается помочь, либо максимально полно и детально разъяснить нюансы законодательных актов, регламентирующих те или иные ситуации. Подразделения к нам вращаются по разным вопросам. Это и получение паспорта гражданской Республики Беларусь, это и приобретение гражданства Республики Беларусь, это и выдача разрешений как на постоянное, так и на временное проживание, это и регистрация иностранных граждан. По максимуму мы стараемся оказать всем помощь. Я надеюсь, что от нас все люди всегда уходят удовлетворенные, и всегда стараемся решить вопрос законопослушных граждан в их пользу. Сегодня на приеме граждан вместе с Ириной Прокопович представители молодежного парламента. Конечно, сейчас в период пандемии такие встречи проходят более локально, однако качество их от этого нисколько не теряется. Наоборот, диалог получается более открытым. Причем, с одной стороны, молодые лидеры видят процесс общения с гражданами, то, насколько руководители ведомств вникают в суть чужих проблем, с другой, они перенимают опыт владения вопросами на рабочем месте. Ведь нередко в рамках таких приемов звучат достаточно сложные вопросы, решение которых всецело зависит от компетентности специалиста. Каждый из нас может стать депутатом, и нам интересно, как проходит вообще прием граждан, вообще как мыслят наши депутаты. Я сталкивалась с тем, что многие люди даже боятся некоторые подойти к депутату, спросить, говорят, ай, все равно не поможет. Нет, это не так. И именно Ирина Викторовна, мы с ней очень часто сотрудничаем, она на благотворительные мероприятия, это первый человек, который отзывается в любое время суток, на любого плана мероприятия. Она не отказывает, даже если она что-то не может сделать, она предложит какой-то замен что-то помочь, как-то связаться, с кем можно связаться, как можно помочь, то есть решение всех проблем. И тому подтверждение «Елка желаний», установленное у кабинета начальника отделения по гражданству эмиграции. Ирине Викторовне удалось подключить и представителей других смежных ведомств, чтобы вместе помочь в праздник почувствовать сказку тяжело больным малышам. А это пример неравнодушности и небезучастности к чужим проблемам. Конечно, мне очень приятно, как депутату в первую очередь, что молодежь интересуется, что им это интересно, что им это важно. И все-таки мы же понимаем, что мы идем вперед, мы взрослеем, молодежь подрастает. И хочется, чтобы замена была достойного поколения, чтобы они видели, учились и понимали, что в этой жизни важно, и все-таки делали какие-то, не знаю, учились от нас. Ну и в завершении встречи молодым лидерам довелось посмотреть на работу отделения по гражданству эмиграции изнутри. Кстати, здесь уже установлено оборудование для изготовления паспортов нового вида, приборы для фотографирования и установки цифровой подписи и сохранения данных отпечатков пальцев. Новый вид документов должен появиться в нашей стране уже в следующем году.